здравствуйте это урок памятка для начинающих которые только начинают изучать unity версия данном случае 46 что я хотел бы рассказать но этот некая анимация традиционная методы перекладки без специальных плагинов и каких-то скриптов стандартными методами unity скажем так подсказка как сделать так чтобы при подобной анимации сохранялись если есть обводка вашего персонажа чтобы она сохранялась и выглядела цель не используя скелета костей там и так далее так как у нас метод анимации иной посмотрим на результат который получился проиграем в данном случае это рабочий материал соответственно чтобы можно было показать для урока каким образом что это делается мы используем я использовал прайд в котором лежит по отдельности скажем так части тела нашего персонажа вот которые потом будут задействованы в анимации сделана иерархия вот можно видеть что именно разложен наш спрайт на составляющие без костей просто обычная привязка по точке поворота разложенная по слоям простая анимация путем переворота перемещения и скейла если нам нужно дополнительная анимация ну скажем так то которую мы не можем сделать трансформацией ну например вот элементы хвоста который можно видеть как он изгибается по ходу движения мы можем также это все просто анимировать в юните я расскажу и покажу каким образом это делается ну вот начнем с того что где например сделал заготовки в данном случае это была моя старая работа по анимации персонажа которая не имела отношения к играм ну я делал это на flash flash анимацию решил использовать для примера именно данного персонажа енота вот ну мне кажется конечно можно делать в любом редакторе подготавливать спрайт значит что здесь ну вот есть некий персонаж начнем с примеров как и как я и обещал то есть если мы начинаем рассматривать самого персонажа тогда посмотрим как сделать так чтобы при анимации составной анимации без скелетов контур который у нас есть вокруг персонажа ну или где-то выглядел всегда при поворотах в местах сочленения достаточно цельным ну конечно же вы можете сделать все это поаккуратнее здесь есть небольшие огрехи у меня но я покажу принцип который работает ну и при некотором конечно удаление это не очень заметно но если сделать поаккуратнее то можно добиться идеального эффекта непрерывности контура значит принцип какой вот есть у нас бедро нога ну в данном случае они не соединены все вместе скажем так потому что в король нет такой возможности нет понятия скелета вот можно только объединить и задать точку поворота но на примере я покажу как это делается вот она разложена забегают вперед вот таким вот образом для чего это сделано сейчас покажу вот мы собираемся например повернуть нашу ногу в данном случае стопа откоплена я всего лишь хочу на примере ноги вот и видим что в принципе при повороте практически идеальный контур получается как бы мы не вращали колено у нас вполне смотрится нормально это я уже слишком забежал так колен не выворачивать вот можно обратить внимание что достаточно дает неплохой эффект соответственно каким образом это все сделано вот здесь можно посмотреть у нас есть на нижнем слое на наше бедро которое имеет полностью контур но где место стыка ближе к окружности скажем так для чего потому что при вращении так будет удобней чтобы можно было увидеть моменты перекрытия где будет перекрываться где нет соответственно верхняя часть у нас идет только до половины практически перекрывает и соответственно когда выпуклая скажем так часть сделано белой чтобы перекрывать лишний контур который у нас есть оставлять только то место которое должно но и выставляем нашу точку поворота вот в этот как бы круг вокруг которого будет вращаться вымышленный скажем так и смотрим то есть при вращении получаем более менее аккуратный контур соответственно с необходимыми нам перекрытиями и так далее тоже можно посмотреть то есть вот здесь вот как будет стыковаться линии здесь и здесь впереди и сзади например тоже вот немножечко подогнано все это на бедре чтобы более-менее было соответствие ну и тут превращение вперед при наклоне скажем так то есть контур имеет продолжение в данном случае здесь есть лишние моменты то есть например я бы мог оставить только пару бровей и их уже анимировать непосредственно эти спрайты путем вращения и смещения в самом юните вот некие изменения глаз то есть там где похожего здесь данном случае похожи у меня я бы мог это все исключить из атласа то есть освободил бы место для другой какой-то анимации для другого спрайта рисунка для анимации скажем так вот на набор соответственно можно делать отдельно нос в данном случае он похож его можно было бы тоже сделать отдельно элементы кистей те которые требовались не в данном случае для анимации ходьбы хотя они тоже участвовали в анимации ходьбы но в некие жесты которые необходимы были там при диалоге в данном случае я вот четыре фазы хвоста сделал мне показалось это пока достаточно ну и и вот моя нога бедро это части руки плечо предплечье и соответственно стопы я не стал все это упаковывать потому что это некий пример не совсем все сделано идеально как хотелось бы главное мне было показать как делается анимация и небольшие нюансы которые может быть сходу не сразу можно понять где что найти сделал спрайт скажем так просто выделил экспорт пнг вот заготовка наш проект экспорт да все в порядке здесь я ничего не не стал уменьшать увеличивать вот наш спрайт который мы сохранили здесь нажимаем на галочку на стрелочку он разворачивается но этом развернется когда уже начале этого не будет когда мы уже окончательно разложим сейчас я покажу вкратце как это делается выберите в инспекторе спрайт 2d соответственно редактирование спрайта здесь я просто подставил немножечко вручную где-то но не где-то по крайней мере вот точки привязки естественно автоматически они формируются в центре данном случае спрайта нарезки спрайта и нужно выставлять вручную просто берется выбирается спрайт выбираем автоматически слайд и потом смотрим где возможно где-то так я не очень аккуратно все это распределил сохранил где-то были недочеты все эти кисти в данном случае не стал нумеровать не так много но в принципе все эти позы можно пронумерировать центры выставляем там где у нас точка поворота будет нужно помнить что если это принадлежит как бы одной и той же руке например на мой тому же спрайта который будет анимироваться то при замене другой спрайт все привязывается к центру вращения и поэтому нужно быть внимательнее выставлять именно там где привязка перехода скажем так анимационно то есть все мы сформировали соответственно закрываем и получаем вот именно уже вот этот значок стрелочки разворачиваем и вот у нас наши отдельно нарезанные спрайты ищем например вот наше бедро перетаскиваем его и вот таким вот образом набрасываем все это на сцену ну конечно здесь можно подгрузить референс ну допустим нашу картиночку по быстренькому сейчас перекинем тоже сделаем png заготовкой ну туториал так сохраняем переходим в unity соответственно вот появился наш спрайт то бишь мы его можем закинуть сюда когда будете складывать своего персонажа и сделайте это более более аккуратно скажем так вот я всего лишь покажу принцип вот поставили потом все это можно будет подогнать можно сразу посмотреть если вы знаете то есть вот то что я вам говорил там должно совпадать грани все это можно подправить например вот таким вот образом подправлять вот да то есть в принципе есть соответствие сейчас будем составлять иерархию но для начала мы создадим пару нулевых объектов характер создадим еще один объект характер рик например назовем сделаем его дочерним ну вот таким образом вот перетаскиваем делаем дочерним и к нему уже будем привязывать все наши оставшиеся иерархии в нулевую точку чтобы можно было вращать перемещать проще попробуйте посмотрите как вам будет удобнее в данном случае я всего лишь общий принцип какой то показываю значит так еще один такой момент то есть когда вы всю эту иерархию составите то есть имена будут созданы и начнете делать анимацию то есть может возник момент что вдруг не так назвали или пропустили что то если поменяете уже в самой иерархии имя то в анимации оно просто отключится потому что взаимосвязь некая потеряется если хотите чтобы все было замечательно просто сразу же выстраивайте с правильными именами иерархию объекта и после этого уже занимайтесь анимацией все будет прекрасно работать правая кисть вот и в данном случае здесь делается тоже родительская дочерняя и уже к этой дочерни следующая дочерняя привязка но не в виде костей а в виде вот именно вот такой вот обычной иерархии привязки то есть берем кисть сюда потом перебрасываем в руку соответственно когда мы уже выбираем для вращения анимации ну вот получается что у нас такая вот динамика соответственно чтобы дальше что то сделать вот с кистью вот таким вот образом и будет происходить анимация просто привяжу и дальше уже перейду к анимации например берем эту руку привязываем спине соответственно при вращении уже спины у нас привязана рука движется вместе со спиной ну и так далее то есть принцип понятен да вот соответственно это уже готовая анимация так это наши спрайты что что здесь каким образом делается анимация то есть ну вот выбираем характер здесь у вас может быть нулевая дорожка так как еще анимации нет кликаем в создать новый клип я сделал тоже директорию здесь анимация отдельно ну давайте про назовем вот создается анимация допустим начиная выставлять либо выбираем вот таким образом путем клика иногда может неудобно и выбор можно делать по иерархии есть еще горячие клавиши нужно будет посмотреть честно говоря не помню уже вот выставляем позу которая нам необходима вот переходим в какой то другой кадр и соответственно делаем то же самое ну вот в данном случае у нас левая рука так левая рука там лежит где то далеко поэтому проще в иерархии ее вытащить ну вот так вот правая нога иногда вот да клик удобнее все таки по иерархии смотреть ну вот мы сделали анимации какие то ключи выставили вот у нас уже присутствует анимация если смотрим здесь все казалось бы все очень просто и действительно все очень просто эта анимация можно ее редактировать и в дальнейшем работать возвращаться подделывать переделывать что-то удалять с ключами то есть принцип напоминает флеш редактора скажем так очень похоже все можно копировать кликаем в верхнюю также Ctrl K переходим куда нужно Ctrl V все у нас копировалось так я уберу ну и так далее соответственно здесь кривые все очень просто переключается выделяете редактировать либо линейные либо сглаженные все это можно делать с нашими ключами чтобы редактировать анимацию ну и прочие различные вещи в общем все достаточно удобно нужно просто приналочиться привыкнуть и спокойно анимировать если вы еще не занимались этим анимацией скажем так ну для тех кто занимался очень похоже во многих редакторах интерфейса работа все интуитивно понятно соответственно дальше допустим при движении нам нужно поменять стопу давайте сделаем так я сейчас откопирую перейду чтобы нам было заметно просто скопирую вот здесь нужно поменять стопу наша анимация которую мы разработали ну например вот эту стопу скажем так стопу стопа 1 что надо бы была видом подошва мы решили что в данном случае как раз вот такой переход необходим соответственно вот перед спрайтом также кликаем все кружочек выбираем стопу все автоматически она появляется у нас то есть в том кадре в котором мы выставили и дальше она продолжает стоять скажем так и если мы посчитали нужным вот здесь поменять снова также кликаемся и меняем все можно обратить внимание что все достаточно просто но это не сразу при изучении интерфейса анимация не сразу явно можно было понять что именно вот таким вот образом простым все это можно менять соответственно если вдруг необходимо появление с какой-то прозрачностью или сменой цвета это все тоже можно делать ну давайте например сделаем это с хвостом то есть он будет у нас исчезать каким-то образом скажем так вот анимацию мы сделали хвост и будет потом появляться возможно будет менять цвет для того чтобы раскадровку вернее переместили наш ползунок в определенный кадр где должен исчезнуть наш хвост и просто по альфе выставляем ноль и все то есть и соответственно по ключам будет ну единственное что здесь ключ был в нуле а здесь он не выставлен в последнем кадре то есть нужно будет пойти поставить в следующем кадре прозрачность сто процентов имея опыт анимации немножечко аккуратненько все это сделать используя референсы можно достичь прекрасных результатов это дает возможность запросто менять наш спрайт привязки соответственно то есть может даже персонаж на одну тоже анимация вот при условии что иерархия сохранится то есть все это будет замечать ну и соответственно редактирование тоже все это упрощает упрощает оптимизацию потому что нет лишнего разбираться в плагинах тоже не нужно эмоционных в любом случае сохраняя ну скажем так скелеты там и так далее это все равно идет дополнительная еще нагрузка на процессор здесь же если соответственно я еще могу там добавлять что-то менять редактировать так далее в самом исходнике спрайта вот достаточно легко редактировать анимацию то есть она меньше будет грузить сам процессор потому что здесь в принципе нет особо ничего лишнего только делаются элементарные действия скажем так спрайтами которые и так бы делались и плюс еще нужно было описание скелета но возможно в чем-то я заблуждаюсь может быть не слишком много дает оптимизации но мне кажется это достаточно удобная вещь вот собственно говоря вот об этом я и хотел рассказать поговорить как это делается показать вам что в принципе можно добиваться вполне сносных вещей но собственно говоря лет несколько назад когда делали замечательную анимацию некоторые люди умудрялись и более худшими средствами добиваться замечательных результатов то есть в принципе сейчас чтобы сделать ну скажем так диснеевскую анимацию так называемую со всеми нюансами и красотой нужен всего лишь опыт то есть вот этого инструмента стандартного инструмента который сейчас есть видите вполне достаточно спасибо за внимание в принципе все нюансы которые хотел указать я указал до новых встреч до новых встреч